Всем привет, друзья, гости моего канала, а также мои подписчики. С вами Александр и Роша. Сегодня у нас новенькая серия разбор спидбультерьером. Я думаю, уже, наверное, все соскучились. Два дня меня не было, да? Ну, понимаете, у меня был день рождения и всё такое, так что в этот раз мне позволено. Но что могу сказать? Я думал, что для вас сделать? Сделать вечер спидбультерьером или разбор спидбультерьером? Но кое-что со мной случилось. Я наткнулся на очень интересное видео и одновременно, честно говоря, очень трогательное видео, да? Мне реально просто так не сказать словами, его надо смотреть. Так что посмотрим с вами вместе и разберём. Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, друзья, вы сами всё прекрасно видели, да? Я могу сказать, даже мне, человеку, лояльную к собачьим боям, вы, в принципе, это все прекрасно знаете, я это никогда не скрывал, да? Но мне такое смотреть, честно говоря, очень больно, потому что маленькую, бедненькую собачку эти два стафа растерзали. Это, кстати, были абсолютно не питы, по-моему, потому что я таких питов давным-давно не видел. По-моему, это стафы были, может, даже були. Там очень плоховато это видно. Но суть в том, что эту бедненькую, маленькую дворняжечку, её просто так... Вы видели, что ей сделали с лапой? Реально, даже мне стало просто неприятно на это смотреть, понимаете? Это ужас какой-то. А больше всё мне, блин, было. То, что она, когда она убежала, залезла даже на мопед, этот хозяин взял и ушёл просто. С этими двумя собаками. Ему было абсолютно безразлично на судьбу этого животного. Что с ним будет? Умрёт он, не умрёт, понимаете? Вот китайцы, они такие, зараза. А посмотрите, что у них творится на собачьих боях. Вы наверняка многие видели, да? Там вообще полнейший трэш. Никакого понятия и морали. Собачьи бои, это не просто взял, сдвёл там всех подряд, кого не лень. Нет. Это те собаки, которые хотят это делать, да? Это правило, это ринг. Нельзя вот так вот, то, что вот они там творят. Ну и вот то же самое сейчас приблизительно здесь произошло. Пажа покусала эту собаку, эту маленькую бедняжку. Он развернулся, нахрен и пошёл. А на судьбу этой бедняге ему абсолютно насрать. Смотрим дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вот честно, друзья, пусть меня даже забанят на этом видео, да? Пусть мне, блин, куча дизлайков ставит, урод, но я всё равно выскажу своё мнение. Выскажу его матом, как обычно, как это полагается в разборе с питбультерьером. Этот хозяин просто ублюдок конченый, понимаете? Самый настоящий, да? Вы видели всё сами. Это смотреть просто так невозможно. Поэтому я сказал то, что я думаю, да? Этот просто тварь, которого вот так же надо натравить на него собак, чтобы вот так же растерзали, чтобы он знал, что это такое. Ладно, продолжаем дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Вот мы и посмотрели. На самом деле это очень трогательное видео, да? Не все, конечно, китайцы плохие. Вот эти люди, которые помогли этому бедненькому малышу, они спасли ему жизнь. А может, спасли ему и лапу, понимаете? Потому что не знаю, что бы было дальше вообще с ним, если бы они его не подобрали и не вытащили, грубо говоря. Вы все прекрасно знаете, сколько стоит чья современная ветеринарка, да? Туда если собаку заведёшь, ты будешь просто отчехлять вот так вот. А если у тебя такая сложная операция, как здесь была, и мы это все прекрасно знаем, то ты им минимум 20 тысяч ты отдашь. Это минимум, плюс ещё лекарства. Так что вот реально этим людям большой респект за то, что они это делают, да? На эти предки. А тому человеку, да, пусть это бог его суть, да? Это будет на его совести. Ну что, мои друзья, мои подписчики и просто гости моего канала, спасибо, что вы посмотрели сегодня вместе со мной это видео. Ставьте мне лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчики, и мы будем продолжать, я, Роша, делать для вас новое видео. Так что, всем спасибо, всем до свидания. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok